Готова ли Российская Федерация к такому количеству ветеранов, которое, понятное дело, будет расти? Готовит ли программы их реабилитации? И что это за фонд такой, как он будет работать, об этом мы говорим далее. Илья Барабанов, корреспондент российской русской службы BBC, к нам присоединяется. Илья, здравствуйте. Да, добрый вечер. Вот 750 тысяч ветеранов войны в России уже на сегодняшний день по факту следуют из презентации этого государственного фонда. Насколько эта цифра объективна? Как ввелся подсчет? Ну, как ведутся все эти подсчеты, сказать довольно сложно. Мы же понимаем, что там, в общем, в Российской Федерации сейчас постоянно со статистикой мухлюют. Но есть некие цифры, с которыми мы можем работать. Мы помним, что перед началом российского вторжения все говорили о том, что российская группировка в тот момент насчитывала около 150 тысяч человек. Мы помним о том, что осенняя мобилизация коснулась по официальным данным еще 300 тысяч граждан. Ну, и мы помним, что огромная мобилизация прошла на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Сколько там мужского поселения, которому раздали российские паспорта, было, значит, призвано в ряды вооруженных сил, подсчитать невозможно. Но вот, видимо, раз они говорят 750 тысяч, что вот мы складываем там 150 российской армии, 300, значит, это мобилизация, получается 450. Ну, вот, значит, еще 300 тысяч, это, видимо, речь идет как раз о мужчинах из Донецкой и Луганской областей, которые попали еще под самую первую мобилизацию, которая была объявлена в самопровозглашенных республиках. Все ли получат этот статус так называемых ветеранов войны? Я имею в виду вагнеровцы, кадыровцы, представители других частных военных компаний в России. Это, опять-таки, очень хороший вопрос, потому что, конечно, с этим начнется в какой-то момент обязательно какая-то коррупционная история. Государство будет, конечно, делать все, чтобы преуменьшить свои выплаты участникам боевых действий. Но, видимо, раз вот они закладываются на 750 тысяч, значит, вот они готовы условно заложить в бюджет такого рода траты. Сколько на самом деле пройдет через фронт, возможно, уже намного больше. Вы же видели там все эти планы о том, что, значит, Владимир Путин ставит задачу Министерству обороны привлечь в ряды вооруженных сил еще там до 400 тысяч граждан. Мы видим, как активно в России пытаются рекламировать службу по контракту. Это было и в прошлом году, это происходит и сейчас, как привлекают людей в тот же Вагнер. И, значит, частные военные компании ЧВК Редут очень активно работает и набирает. Поэтому, как будут выдаваться, значит, эти статусы и как государство будет платить по своим счетам. А Россия, в принципе, готова к такому количеству ветеранов, я имею в виду и моральное, и психологическое их состояние, людей, которые возвращаются с фронта, мы понимаем, в каком они состоянии. И финансово, и организационно готова ли Россия принимать и помогать людям, вернувшихся с фронта, вот такое количество, 750 тысяч, это вот только на данный момент? Ну, смотрите, конечно, понятно, что этим преступным решением о начале войны Владимир Путин, он, конечно, искал будущее. Огромным... Мы помним последствия Афганской войны для всех постсоветских республик, и мы видим, что нынешняя война, она куда более кровопролитная, чем, значит, 10 лет Афганской войны. После Афганской войны, там, общество и в Украине очень долго работали, значит, с этими ветеранами, это было огромной проблемой. Сейчас, конечно, это будет еще большей проблемой, потому что все те люди, которые вернутся, это будут, естественно, люди с ПТСР, это все придет к росту преступности, к росту опасного насилия, к алкоголизации, количество социальных проблем, которые общество получит после этой войны, оно гигантское, и сейчас просто, к сожалению, пока рано об этом говорить, пока продолжаются боевые действия. Но, конечно, последствия этой войны будут очень долгоиграющими. Ну, а есть какие-то программы реабилитации в России, программы помощи, программы помощи не только солдатам, которые вернулись с войны, но и их семьям, женам, детям, которые, ну, испытывают сейчас на себе тягосты, тяготы того, что вот их муж, не знаю, отец вернулся, и у него проблемы психические после того, что он пережил? Нет, к сожалению, к сожалению, Российская Федерация абсолютно к этому не готова, там нет достаточного количества психологических. Илья, у вас немножко звук пропадает. Да, вы меня слышите, как сейчас? Да, 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 слышу. То есть, то, что в Украине начало появляться после 2014 года, когда общество работало с той проблемой, которая появилась, в России к этому абсолютно общество не готово, нет ни программы, ни психологов, ничего. Ну, вот раз сейчас начали создавать какие-то фонды, видимо, какие-то люди поняли, что с этой проблемой придется столкнуться, ее придется как-то решать. Вот по поводу фонда, как вы думаете, он будет действительно решать проблему, или это больше для того, чтобы отмыть деньги, показать обществу, народу России, что вот мы якобы занимаемся нашими ветеранами войны? Ну, мы же видим, что все, что делает путинская власть, это, в общем, имитация освоения бюджетных средств. Поэтому я думаю, что в первую очередь, конечно, именно этим эти люди и будут заниматься, а не какой-то реальной работой и решением проблем реальных людей. Ну, как минимум, уже даже то, что вот они сейчас закладывают какие-то конкретные цифры, там, 750 тысяч, откуда она взята, с потолка, сколько реально людей пройдет через фронт, этого же никто сейчас не знает. Но люди уже заранее закладывают смету, будут осваивать бюджетные средства, будут, не знаю, писаться какие-то бумажки наверх для отчетности, будет для федерального ТВ, для пропаганды сниматься какие-то ролики. Но, конечно, в первую очередь это будет освоение бюджетных средств, а не какая-то реальная работа. По поводу выполнения планов. В России хотят 400 тысяч набрать контрактников для того, чтобы пополнять потери на фронте в Украине. Как вы думаете, и для этого сейчас в России реклама войны буквально в детских садах. Как вы думаете, удастся ли собрать это количество, не знаю, есть ли какие-то термины, сроки, до которых нужно это сделать? И, в принципе, насколько вероятно, что такое количество добровольцев, которые подпишут контракты, России удастся собрать? Ну, я думаю, что не очень умных людей, которые, значит, поверили обещаниям Министерства обороны и бросились добровольцами подписывать контракты, что все эти люди могли это сделать в прошлом году. Поэтому в какой-то момент, я надеюсь, количество не очень умных людей должно, значит, как-то сократиться. Особенно, когда они увидят, к чему это приводит и какие потери, значит, российская армия несет на передачу. Поэтому как-то они будут спускать это все региональным властям, как-то там городским властям, как-то будут там заставлять госкорпорации, значит, выдавать какое-то количество добровольцев. Но я, честно говоря, не верю, что вот там 400 тысяч человек они смогут набрать. Хорошо, если они не смогут набрать 400 тысяч контрактников, ну, сейчас начался весенний призов российской армии. Мобилизация, мы знаем, она и не заканчивалась, так называемая частичная. Какие дальше могут быть у Кремля действия? Как пополнять российскую армию, которая терпит потери на Украинском фронте? Ну, они же постоянно увеличивают армию, значит, они будут отменять отпуска, будут агитировать, подписывать контракты тех, кто сейчас проходит срочную службу. Мы видим, как они приняли сейчас поправку, которая позволяет уже 18-летним, сразу после окончания школы, подписывать армейские контракты. Значит, они среди молодежи, среди вчерашних школьников будут тоже вести эту агитацию. И, возможно, там найдется, значит, какое-то количество авантюристов, которые под это подпишутся. Ну, просто потому, что люди в 17-18 лет еще не очень умные и ответственные. Ну, вот они будут, поскольку, очевидно, там российским властям на людей наплевать, их абсолютно им не жалко, вот они будут придумывать разные уловки, как, значит, набирать все новые и новые тысячи людей, чтобы бросать их в топку этой войны. А мобилизацию, как вы думаете, еще одну волну официально Путин может решиться объявить? Или это такой план-бэк на крайний случай? Ну, мы же с вами помним, что первая волна российской мобилизации была объявлена после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, когда украинская армия освободила территорию, по-моему, сравнимую с территорией Кипра. После этого, значит, вот, когда отрицать поражение стало невозможно, Путин и объявил мобилизацию. Давайте посмотрим, ну, сейчас много говорят и пишут про новое контрнаступление ВСУ, давайте посмотрим, чем оно завершится, в каких границах окажется ситуация через месяц, через два месяца. Я думаю, что если это контрнаступление будет успешным, то, конечно, вполне возможно, что Путин объявит и вторую волну мобилизации. Услышали вас, спасибо большое. Илья Барабанов, корреспондент русской службы Би-Би-Си, говорили о том, как в России сейчас пытаются собрать солдат на войну, восполнил потери, которые российская армия терпит на Украинском фронте, а также для чего в России создали Госфонд поддержки участников специальной военной операции, так называемой. Будет ли этот фонд успешно работать? И как в России будут справляться с ветеранами войны, которые будут возвращаться в свои семьи, в свои села, к своим родным? И как будут их лечить, их ПТСР и другие проблемы, связанные с участием в войне? Спасибо.